Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры! Мы продолжаем с вами исследование книги Ветхого Завета «Притчи Соломона» на библейском интернет-портале экзегет.ру И сегодня мы с вами рассмотрим 21 главу. И мы читаем с первого стиха. Сердце царя в руке Господа. Как потоки вод, куда захочет он, направляет его. Что означают эти слова? Сразу не хочется даже дальше читать, они достаточно такие таинственные, кажутся на первый взгляд, но это действительно так на самом деле. Итак, сердце царя в руке Господа. Как потоки вод, куда захочет он, направляет его. Действительно, здесь речь идет в большей степени, как многие комментаторы склоняются к тому, что о царе земном, то есть о правителе государства, которое вручено, поручено ему Богом. Поэтому что значит сердце царя в руке Господа? Всех ли царей на протяжении всей истории действительно свое сердце предавали в руки Господа? И действительно ли это, определение ли это, как звучит в этом тексте, что любого царя Господь направляет через сердце? Ну, конечно, зная историю церкви, да и историю государства, мы можем сказать, что это не совсем так. И будем действительно правы. Например, мы не можем сказать, что Елеан отступник, который гнал церковь, или Нерон, например, или другие цари, которые протели церкви, и которые были, в общем-то, тиранами, что они, и в сердце их было в руках Господа. Например, об этом пишет святой Афанасий, святитель Афанасий Александрийский. Здесь он, я специально выписал это письмо, послание к императору Иави Анну, который правил был римский император, 363-364 год. Он как раз унаследовал царство римское после Юлиана отступника. И вот Афанасий Александрийский, святитель, видя, что, не дай бог, опять будет то, что происходило с Юлианом отступником, опять будет идолпоклонство, язычество, старается предупредить императора Иавину, и пишет ему это письмо о устроении царства Божия на земле и его важность по устроению, так, по устроению божественного откровения. Вот цитата. «Царю боголюбимому прилично предпочитать всему любовидение и вожделевать небесного, ибо в таком случае подлинно будет сердце твое», и он приводит здесь этот текст, «в руцы Божии», притча 21.1. «Итак, поскольку благочестие твое пожелало от нас узнать о вере Вселенской Церкви, то, возблагодарив за сие Господа, вознамерились мы, паче всего, напомянуть твоему благочестию веру, исповеданную отцами в Никее», упоминается о Никейском соборе 325 года, «некоторые, отвернув эту веру, строили нам много различных козней за то, что не согласились мы на арианскую ересь, и они сделались виновниками ересей и расколов во Вселенской Церкви». «Истинная же благочестивая вера в Господа явно для всякого. Она познается и изучается из божественных писаний. Ей, тайнодействуемые святые, сделались мучениками, а ныне разрешивши от тела, пребывают о Господе и так далее». То есть мы видим, что святитель Афанасий Великий, Александрийский, пишет это послание и наставляет императора Иовина и показывает о важности исповедания веры. Он хочет сказать, что истинное, правильное отношение к Богу и к людям, а для императора это очень важно, потому что люди — это его подданные, истинное отношение можно подчеркнуть, подчеркнуть только из божественного откровения и правильного исповедания веры. В Священном Писании есть такие понятия, как личность, семья, нация, государство и церковь. Эта граница очерчена рукой Бога. Никто не имеет права их нарушать. Личность. Создал Бог. Как сказано в Священном Писании, сказал Господь, «Створим человека по образу и подобию». Сегодня личность ставится ни во что. Иногда говорят о том, что большинство оно право. Ну, конечно, в любых вопросах надо прислушаться большинства, но надо не забывать о том, что и человек, а большинство состоит из людей, и когда если в народе мы начнем видеть публику и толпу, то тогда государь начнет относиться соответственно как к некому такому, как сегодня есть такой поговор, как к подсобному материалу на выборах к людям. Поэтому личность создана Богом, и в глазах Бога бессмертная душа каждого человека, она ценна. Как сказано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». То есть, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, Христос пришел бы ради одного человека. Он не любит просто огромной массы людей. Он любит каждого человека ради одного человека. Он пришел бы в этот мир, родился, пострадал, умер бы и воскрес. Семья. Тоже институт, созданный Богом. О семье сказано в Священном Писании нехорошо быть человеку одному. Господь говорит, создам помощника ему. То есть, институт семьи учредил сам Бог. Это не искусственное мероприятие. Это не просто указ или циркуляр сверху от правительства. Это институт создает Бог. Поэтому, что такое, если институт семьи сегодня всячески разрушается. Почему? Потому что заповеди Божии отвергнуты. Сказано, мужья, любите жен своих, жены, повинуйтесь мужьям своим. Жены, повинуйтесь мужьям своим. Но, мужья, помните, что как Христос возлюбил церковь, так и вы любите жен своих. Все есть в Священном Писании, в Святоотеческом наследии, чтобы урегулировать семейные отношения. Но, когда люди отступают от правил, то отправил в Священное Писание, от церкви, то возникают такие уродливые формы, как феминизм и прочие вещи. Следующая граница, очерченная рукой Бога, это нация. Национальность не придумана. Она возникла. В результате, когда Ноя вышел из Ковчега, Сим, Хам и Афет, эти народности распространились по всему лицу земли. Поэтому, неправильное отношение к нации, оно всегда приводит к другим уродливым формам, таким как геноцид, нацизм. Необходимо человеку знать свои корни, национальные корни, любить свою национальность. Если человек любит свою национальность, он будет уважительно относиться и к другой. Это по такому принципу, если человек любит свою мать, то он будет относиться и к другой уважительно, если он свою ненавидит. Навряд ли он будет любитель даже с уважением относиться к другой. Апостол Павел, между прочим, однажды в порыве любви к своей национальности, а мы помним, кто он был, он говорил «Я иудей из иудеев, с коленом Вениаминовым», но ему не чуждо было любовь к своей нации. Он воскликнул так «Я сам быть готов отлученным от Христа ради братьев моих по крови, по плоти». То есть ему не чуждо было любовь к своей национальности. Поэтому только библейское святоотеческое осмысление способно дать здоровое отношение к любви, к своей национальности и уважительное отношение к другим. Следующая граница это государство. То, как раз, о чем мы с вами говорим, это было очень важно подчеркнуть. Государство — это тоже не какое-то искусственное образование. Государство, например, если мы посмотрим в народе Божьем, в народе израильском, оно образовалось как благословение Божие. Конечно, Бог им говорил, давайте, ну, если так сказать, простым языком, пусть останется у вас теократия. То есть, когда вами будут править судьи, священники. Но народ захотел царя. Господь дал им царя по их просьбе. Если бы было совсем вредно, то Господь не дал бы. Ну, дал им царя Саула, и он был помазанником. Сказано, не прикасайтесь к помазанникам моим. Власть от Господа. И вот здесь вопрос, всякая ли власть от Бога? Ответ очень простой. Если действительно Господин или человек, стоящий у руля власти, придает свое сердце в руки Господа, и дает возможность управлять Богу по заповедям Божьим, по святоотеческому наследию, по библейскому откровению, руководствуясь им, то без сомнения можно сказать, что все его действия будут успешны и правильно направлены, и народ будет управляться, благоденствовать, и он будет во славе и почете. Это граница, очерченная рукой Бога. Следующая граница, очерченная рукой Бога, это церковь. Церковь — это не искусственное образование. Церковь создал Господь Иисус Христос. Он сказал две тысячи лет назад, «Создам церковь мою, первое, второе, врата ада не одолеют ее». То есть церковь, какие бы адские на нее не обрушивались, гонения и прочие вещи, она неодолима. Почему? Так захотел Бог. Он так захотел, так установил. И мы видим, что действительно так. Что только с церковью не делали, что только не выстворяли с его народом, и взрывали храмы, и убивали, и мучили, наполнили целый сонного мучеников. Как сказано Тертулиану, учителя церкви, семя мучеников, кровь мучеников есть семя церкви. Действительно, церковь укрепилась. Нельзя сказать, что может быть много церквей. Мы видим, что Господь говорит, «Создам церковь мою одну», как сказано апостола Павла, «Один Господь, одна вера, одно крещение». Поэтому, что такое либерализм, такой крайний либерализм, граничивость с анархией, отвержение всех этих границ, отчерченных рукой Бога, в жизни церкви? Ну, это ереси и расколы. Когда один говорит, «У меня свой талаогумен», другой говорит, «У меня свой талаогумен», «Я хочу верить так», а этот говорит, «Я хочу верить так», мы увидим это в следующих, есть еще главах, где сказано, «Не передвигай межи, которые определили отцы твои». Поэтому либерализм в жизни церкви – это всегда ереси и расколы. Либерализм в жизни государства – это такая анархия. Либерализм в жизни нации – это геноцид, нацизм. Либерализм в жизни семьи – это блуд, прелюбодеяние, супружеская измена. Ну, а либерализм в жизни личности – это шизофрения. Потому что человек с двораздвоенными мыслями не, как говорит апостол Павел, неблагонадежен для Царствия Божия. Это очень важный текст, и я на нем остановился специально, чтобы так все это нам с вами сегодня рассмотреть. И мы читаем далее. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». То есть говорится о том, что человек кажется человеку прямыми, но Господь смотрит на сердце. «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». «Гордость». Тут, не знаю, некоторые стихи так тоже и растолковывать. Растолковывать не нужно, тут понятно, что жертву Бога Дух скуршен, сердце скуршенно смирен, Бог не он чужит. «Гордость, очи и надменность сердца, отличающая нечистых грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». То есть поспешишь людей, насмешишь. «Приобретение сокровища лживым языком мимолетное дуновение ищущих смерти». То есть опять говорится о неправедном приобретении. «Насилие нечистивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действия прямо». Мы с вами говорили, а кто может быть чист? Разве может быть праведник на земле? О чем говорят здесь премудрые сломаны? Человек чист — это тот, который стремится к очищению. Нет праведного ни одного, как сказано. Все развратились и совратились с пути Божьи. Уклонились от правды Божьей. А какой же чистоте? Кто такой чистый человек? Кто такой святой? Святой человек — это кающийся грешник. Тот человек, который видит в себе состояние болезни, он приходит в больницу. Врачуется, выходит здоровым. Опять увидел, опять пришел в больницу. Опять уврачевался, опять вышел здоровым. Так и церковь. Это больница, куда человек приходит, чтобы уврачевать свои недуги, нечистый помысел, сквернословие, блудные действия и прочие вещи. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме». Действительно, здесь премудрый Соломон снова напоминает о важности выбора, как мы говорили в предыдущих с вами беседах, о важности выбора супруги и супруга, потому как, я уже сказал и сегодня, что семья — это такой вот институт семьи, это дело Божие, и здесь должны быть правила в нем, построенные по закону Божию. Поэтому, говорит, лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Мы с вами увидим еще в последних главах книги-притч, где там так и называется, это целая глава практически этому посвящена, называется «Гимн супружеской жизни». «Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его». «Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым, и когда вразумляются мудрые, то он приобретает знания». Понятно. «Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергают нечестивые в нечестие». То есть, действительно, если человек зачал ложь, то он пожнет нечестие. Что посеешь, то и пожнешь. А праведник наблюдает и смотрит, да, это действительно так. Но наблюдает, опять же, здесь нужно сделать замечание, как мы говорили об этом ранее, не злорадствуя, а как урок для себя. Будешь делать нечестие, потерпишь это же. «Кто задыхает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, и не будет услышан». Очень важные слова, что нельзя пренебрегать людьми, которые нуждаются в нашем милосердии. Вот, например, свидетель Киприан Карфагенский пишет по этому поводу, цитата, «Так, кто не будет милосерд сам, тот не сможет заслужить милосердие Божие. И кто не будет благосклонен к молению бедного, тот молитвами своими ничего не спросит у Бога». Конец цитаты. То есть мы же просим у Бога «дай». А человек, который встречается, тоже у нас просит «дай». И свидетель Киприан Карфагенский говорит так, что если ты просишь «дай», а сам не подражаешь Богу, как сказано «будьте милосердны, как Отец ваш небесный», или «блаженны милостивы, ибо они помиланы будут». Как же ты просишь милости, если сам не милосердный. Не подражаешь, если хотите, ну, характеру Бога, что ли, если так вот уже говорить по-человечески. Итак, еще вот, например, Кирилл Александрийский, святитель, пишет следующие слова. «Не согласишься ли ты, что бедность хуже всякого зверя хищного, потому ты должен помогать тем, кто впал в нее. Преклони ухо твоё к бедным и услышь их, ибо написано, кто затыкает ухо своё, приводит этот текст, кто затыкает ухо своё от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. «Давай и сможешь взять, услышь и будешь услышан, посеять то немногое, что имеешь, и пожнешь многое. Кроме того, телесные удовольствия кратковременны и кончаются тлением. Щедрость же и милосердие к бедным венчают творящего их славою от Бога, которое ведет к нескончаемому блаженству со Христом, обещанному, любящим его». Конец цитаты. Так, мы видим, что, как помните, в предыдущих главах, по-моему, 18 глава, мы говорили, что тот, который, человек, который дает бедному, он как бы дает взаимы Богу. И помните слова, по-моему, того же Кирилла Александрийского, который так и писал. «Премудрый Соломон написал так, что, зная ваше кростолюбие, чтобы хотя бы этим вас уловить в Царстве Христово». То есть, зная, что вы всегда хотите дать в рост, или если что-то даете, хотите сразу что-то получить, поэтому употребил эти слова. «Дающие бедному дают взаймы Богу», потому что тот дает взаймы, надеется получить. Поэтому Бог так нас хотя бы так уже улавливает, что получите. И вот Кирилл Александрийский, да, «Получите и наследуйте Царствие Божие». Кирилл Александрийский действительно здесь это уточняет. Далее, также у кого-то из отцов этот стих где-то был, но говорится так, что ты встречаешься каждый день с бедным, а бедные богатым посылаются для того, чтобы богатым помогали. И когда ты встречаешься с бедным, помни, что он тебе послал для того, чтобы ты творил милосердие, промыслом Божьим. А ты, бедный, не кичись тоже своей особой бедностью, проси у богатого, но не хами, попроси сколько можешь, получишь, получишь. То есть вот такое вот уравновешивание есть. Далее мы читаем с вами «Подарок тайный тушит гнев и дар в пазуху сильную ярость». Ну, тут может быть такая мудрость Соломона, которую можно почерпнуть из книги «Бытия», когда мы помним, что Исаф продал свое первородство Иакову, Иаков возвращался в свой дом и, зная гнев своего брата, он послал впереди себя какие-то подарки, чтобы умилосердить брата своего. Наверное, здесь слова, и чтобы как бы гнев этот Иссору эту предотвратить, наверное, здесь слова снова и снова будут применимы. То, что приобретайте себе, друзья, богатством неправедным. То есть неправедным — это не значит неправедно приобретенным, а неправедным, то есть она для правды Божьей это богатство земное ничего не значит, поэтому называется неправедным. Далее мы читаем с вами 15 стих. «Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбивающийся с пути разума, водворяется в собрании мертвецов». Понятно, как разум свой определишь, так, в общем-то, и чувства, и вся жизнь твоя потечет. Помните святителя Игнатия Бринчанинова, который так, в общем-то, и пишет, что разум человека, ум человека — это как руль, то есть киль у корабля, куда он направится туда, и вся жизнь его, и чувства, и воля будут направлены. «Кто любит веселье — 17 стих, обеднеет, а кто любит вино, и тук не разбогатеет». Видим, что предупреждение о праздности. Кого любите, того и вы рабы. «Выкупом будет за праведного нечестивый из-за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели женой сварливой, опять и сердитую». Опять прибегает к этому афоризму, что от жены очень много зависит в устроении дома. Поэтому кто нашел, как сказано, «добрую жену», тот, уже прибегая к этому гимну, он действительно будет, мы его рассмотрим, тот нашел очень много, приобрел в себе великое сокровище, потому что мы знаем, что женщина, действительно, у нее такое служение, которому мужчина вообще-то не под силу совсем его там умом и стремлениями их как-то все устроить, с логикой в том, что иногда он обвиняет женщину, которая отсутствует. Но так, как может устроить женщина дом, мужчина никогда не сможет любить женщины. Мужчину было бы очень сложно, действительно, делать все, что он делает в обществе, или на благо церкви и Родины. Поэтому здесь премудрый сломон предупреждает юношей, которые собираются жениться, чтобы нашел себе добрую жену. Далее. Вожделенные сокровища и туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость, найдет жизнь, правду и славу. Блаженные ищущие правды. Блаженные алчащие и жадущие правды. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Что это за крепость? И что это за вхождение в город? О чем речь идет? Идет ли речь о военных действиях? Ну вот, например, Климент Александрийский говорит, что нет. Скорее, здесь аллегорический смысл видит в этом и пишет так. Цитата. В укрепленные города входят мудрые и разрушают крепость, на которую надеются нечестивые. Неужели ты думаешь, пишет он, что Соломон это сказал, желая научить нас, как мудрые захватывают города и не извергают укрепления по составным камням? Нет, говорит, скорее ли. Не скорее ли это подразумевает, что города и стены суд учения нечестивых и силологизмы философов, то есть которые на них уповают, которыми подкрепляют некоторые утверждения нечестивые и противные Божьим установлениям, каковые усмотрели у язычников и варваров. Но следует приписать к упрекленным и укрытым в горах к городам и те утверждения, которые учителя представляют под защитой истин Писания, как высокой горной крепости. Следовательно, эти города разрушают мудрец, который провозглашает слово истины. Конец цитата. То есть эти укрепления и города, это здесь видится в аллегорическом смысле именно ереси, нестроения различные и способен их разрушить и навести порядок в городе тот человек, который наставлен в священных писаниях и в правильности исповедания веры. Ну, что еще здесь? Пожалуй, лучше жить в земле, соблюдая правду, мудрый, входит в город, сильный и не сопротивляет. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранится от бед души свою. Надменный злодей, кощунек имя ему, действует в пылу гордости. Алчба, ленивца, убивает его, потому что руки его отказываются работать. Действительно, есть человек, который только хочу, 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 но сам делать ничего не хочет и говорит, премудрец ему, он говорит, что это его погубит. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. То есть, говорится о жадности еще человека, особенно, который ничего не приобрел, в общем-то, сам ему откуда-то, Господь это все как-то посылает, но он еще и жадничает. Жертва нечестивых — мерзость, особенно, когда с лукавством приносят ее. Действительно, Бог не принимает такую жертву. Здесь сразу вспоминается притча такой самонадеянного фарисея, который приносил жертву и говорил, я, в общем-то, Господи, ни в чем не нуждаюсь, как он был доволен сам собой, там, своим обедом и женой. Такое состояние самодовольства, ну, на тебе, Господи, тот отщедрот моих. Такое языческое понимание Бога, человек не понимает, что, в общем-то, все, что у него есть, это зависит от Бога. Сказано, безумец, помните об этом безумном богаче, разбогател, амбары, банковские счета, нужно открыть новые депозиты и прочие вещи. Не знаешь, говоришь, что завтра Бог придет и отнимет тебе все это, кому-то все останется. Уже свидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Здесь принцип не говори всегда, что знаешь, особенно если ложь, но знай всегда, что говоришь. Человек нечестивый, дерзок лицом своим, а праведный, держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляй на день битвы, но победа от Господа. То есть, помни, что человек, что-то зависит от тебя, на Бога надейся, как говорят, ну сам не плашая, но помни все-таки, что несмотря на все, что ты готовишься, что ты учреждаешь, но победа, то есть, и все, все твои намерения, все твои планы, которые ты наметил, все зависит от Господа. Поэтому в молитве отче наш, мы так и молимся, и говорим, да будет в любом предприятии, которое бы мы ни делали, так и говорим, да будет воля твоя. Вот святитель Григорий Богослов по поводу алчбы ленивца, он пишет следующее, если в 26 стиху вернуться, он пишет так, цитата, «Но так как вместо благ духовных устремляется она к чувствам удовольствия, душа, то и не находит в них удовлетворения. Об этом тот же Соломон свидетельствует. Алчба ленивца убьет его». То есть, человек и душа, человек по природе своей христианка. И когда человек ищет лишь удовлетворение в гедонизме, то как пишет об этом святитель Григорий Богослов, святитель Григорий Великий, он, говорит, не найдет его. Так и говорит. Но так как вместо благ духовных устремляется душа к чувственным удовольствиям, то и не находит в них удовлетворения. Вот такую мудрость сегодня из 21 главы книги «Притч». С Божьей помощью мы с вами почерпнули. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин